Взгляд Троцкий и ошибка советской пропаганды Л. Троцкий и ошибка советской пропаганды 7 февраля 2019 года, 12-15 фото, служили два товарища, Мосфильм Зарубежного наблюдателя удивляет отношение российского общества к событиям 100-летней давности Он вынужден строить предположение, чтобы как-то объяснить для себя противоречия между любовью к советскому наследию и полным неприятием революции В начале этого года компания «Нетфликс» запустила трансляцию сериала «Троцкий», и Аргентина не стала исключением К концу января уже нельзя было не встретить многочисленную критику членов разных политических объединений, в особенности троцкистского типа Газета «Лаз Куэрда» писала, что сериал является попыткой полностью разрушить и похоронить фигуру Льва Троцкого, от серии к серии отравляя его образ Информационное агентство «Инфоби» опубликовало статью, в которой говорится о том, что этот фильм отражает официальный взгляд российской власти на революцию Добавляя, что в России не было никаких мероприятий государственного масштаба, посвященных столетию революции Далее говорится, что репортер посетил в канун юбилея посольства России в Аргентине, где ему лаконично прокомментировали Революция — это грустные воспоминания Зарубежного наблюдателя не может не удивить подобное отношение к событиям столетней давности Он вынужден строить предположения, чтобы как-то объяснить для себя противоречия между любовью к советскому наследию и полным неприятием революции Что же пошло не так? Ответ мне видится в серьезных ошибках пропаганды позднесоветского периода Можно подумать, что гласность, пришедшая с перестройкой, внесла этот разброд в поле общественной дискуссии Но я бы обратил внимание на предыдущий период Не только важнейшим из искусств, но и одним из главных текстов культурного кода нашего человека является кино Брежневская эпоха оставила по себе кинопроизведение, легшее в основу идентичности советского гражданина При власти и гражданскую войну, можно заметить любопытные тенденции В частности, замечательная трилогия про приключения неуловимых мстителей, особенно в двух последних частях Обращает на себя внимание тем, насколько живо и интересно для зрителя показаны в них белые Сначала в Крыму, затем в эмиграции Четверка дьяволю безупречна Это последовательные герои, твердые в своих идеалах и верные делу Их же противники предстают людьми сомневающимися, неоднородными, склонными к разным человеческим слабостям Рискующими непонятно зачем и идущими на всевозможные авантюры, даже не в своих интересах Но именно они, у которых на показ представлена человеческая драма И представляются наиболее интересными зрителю Проявлению добрых черт в них зритель радуется В тот момент, когда от заведомо положительных героев и не ждут ничего иного В 1970 году был снят фильм «Бег», в котором нельзя было не проникнуться симпатия к его героям Руководство Красной Армии в нем появляется мало Выглядит безукоризненно и непротиворечиво Почти ничем не запоминается Антигерои же крайне фактурны Страдания генерала Хлудова, жестокого тирана и садиста, его помешательства как бы искупают для советского зрителя его зверства И восхищает удаль генерала Черноты, контрастирующая с его тоской по родине и обреченностью, в блестящем исполнении Михаила Ульянова Уверен, что для зрителя сам Ульянов, игравший в эти же годы маршала Жукова в фильме «Освобождение», а после этого сыгравший Георгия Константиновича еще в 16 картинах, не мог бы восприниматься как негативный персонаж В 1976 году на экраны выходит еще один фильм по произведениям Булгака в «Одни турбинах», где тоже показаны крайне обаятельные персонажи Этот фильм оставил в памяти зрителя песню про белые акации и гроздья душистые, а новые приключения неуловимых одной из самых проникновенных патриотических песен «Русское поле», спитую в фильме белогвардейским поручиком, адъютантом Кудасова К слову о песнях Именно в 1970-е годы романтизированные белогвардейские и иммигрантские мотивы распространяются в городском фольклоре, заметны в творчестве Аркадия Северного и Михаила Гулько Все это контрастировало с бесконечным потоком юбилеев знаменательных событий периода застоя и выхолощенными биографиями пантеона канонических героев, повторенными от раза к разу как чей тименей Особенно в пору 50-летия Октябрьской революции и 100-летия Ленина Так зародился образ воображаемой кинематографической альтернативы Что могло быть, если бы в гражданской войне победили генерал Чернота и штабс-капитан Овечкин? С наступлением гласности на советского гражданина обрушился вал информации, фальшивой и настоящей, которая ломала безукоризненные образы вождей революции, обнажала их конфликты, противоречия и слабости При этом человеку, впечатленному в юном возрасте образами кинобелогвардейцев и ставшему к середине 1980-х уже взрослым, трудно было не подпасть под обаяние русского эмигрантского наследия, антисоветской печати и наивного ощущения антагонизма советской власти всему хорошему, что было в вымышленных персонажах О природе белых задумываться было не принято, а не против большевиков, что давало им в глазах постперестроечного общества некую индулигенцию С ними ассоциируются все воображаемые хорошие, что с нами не произошло Присуще широким кругам позднесоветского общества ощущение, что без коммунистов все сразу станут господами, людьми чести, будут говорить по-французски, играть на рояле и танцевать вальс, воцариться любовь, шампанское, закаты, переулки и прочее Было спровоцировано бессилием пропаганды, не сумевши показать интересно и убедительно становление советской власти Удивительным образом до сих пор именно революция и гражданская война являются такой неудобной вехой в русской истории ха-ха века Все боятся сказать что-либо резко или предпочитают размыто говорить о примирении Во многом чтобы не обидеть тех, кто до сих пор находится под обаянием магии кино Недавно мне довелось посмотреть двухсерийный фильм про великую французскую революцию, вышедшую к ее 200-летию еще в 1989 году Там я не увидел негативных персонажей Король Людовик, Лафайет, Мераба, Дантон, Робеспьер и другие показаны живыми людьми, где ясна логика поведения каждого из них, амбиции, страхи, сомнения, привязанности Не все поступки красивы, некоторые и вовсе ужасны, но не возникает ощущения, что кто-то из них круглый дурак или воплощение темных сил, а кто-то герой без страха и упрека Это и есть достойный пример уважения к истории Искренне мечтаю, что когда-нибудь у нас снимут нечто похожее про русскую революцию, чтобы передать сложность и нервозную напряженность исторического процесса Попытка искренне, по-человечески почувствовать логику поведения действующих лиц, в том числе и толпы, и будет шагом к пресловутому примирению и главным жестам уважения к прошлому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!